Я представляю кафедру клинической микологии, аллергологии и иммунологии нашего Северо-Западного государственного медицинского университета и научно-исследовательский институт медицинской микологии в Санкт-Петербурге. В этой чрезвычайно квалифицированной аудитории нет необходимости говорить об актуальности оппортунистических инфекций у гематологических и онкологических больных. Тем не менее, я хочу вам показать результаты одного, на мой взгляд, совершенно поразительного исследования. Это результаты анализа почти 200 тысяч аутопсий из 8 стран. Причем вы видите, что это относительно свежие исследования, которые были проведены с 2008 по 2013 годы. И результаты этих 200 тысяч аутопсий говорят, что в наших, я имею в виду глобальное, в наших стационарах 9% больных умирают от инвазивных микозов или в связи с инвазивными микозами, или на фоне инвазивных микозов, то есть тяжелых грибковых инфекций. И частота этих осложнений варьирует от 5% у обычных пациентов до 25% у онкогематологических больных. Почему это произошло? Это произошло в результате внедрения новых медицинских технологий, благодаря тому, чему пациенты, которые в прошлом неизбежно умирали, сейчас живут. Но ценой внедрения новых медицинских технологий является рост количества оппортунистических инфекций, в том числе обусловленных микроскопическими грибами, то есть микозов. И вы видите, что основными возбудителями у гематологических больных являются грибы аспергиллус, грибы кандида и грибы, которые входят в отряд мукормицетов. А вообще известно более 400 видов возбудителей инфекций у гематологических и онкологических больных, я не торопясь расскажу о каждом из них, и мы закончим послезавтра. Это шутка, Николай Васильевич, все будет в регламенте. Но что еще интересно? Интересно то, что более чем у половины больных при жизни диагноз поставлен не был, и лечения эти больные не получали. Еще раз скажу, это 8 стран, то есть эта ситуация характерна для всего мира. Ну, как ответила прогрессивная медицинская общественность на вызов времени? Она ответила написанием рекомендаций, как международных, вот в этом году, я надеюсь, выйдут рекомендации по лечению аспергиллеза у гематологических и онкологических больных, а также у пациентов после трансплантации. Это рекомендации Европейского общества клинических микробиологов и инфекционистов. И в конце прошлого года мы выпустили вот такую книжку, это вторая редакция рекомендаций по диагностике и лечению микоза в отделениях реанимации интенсивной терапии. Если у кого-то нет такой книжки, она нужна, пожалуйста, после выступления я с удовольствием вам подарю. В прошлом году мы докладывали на первой конференции о том, что в результате применения эффективных методов первичной и вторичной профилактики, а также обследования больных после трансплантации, нам удалось 10 раз снизить количество случаев инвазивного аспергиллеза у больных после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Это наш институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой. А в этом году у нас появились локальные данные о другой категории больных. Это больные острым миелоидным и острым лимфобластным лейкозом, которые лечились в Ленинградской областной клинической больнице. Это исследование, проведенное Ильей Сергеевичем Зюзгиным. Очень интересное исследование в течение длительного времени. И о чем оно нам говорит? Она говорит, что частота инвазивных микозов у больных острым миелоидным лейкозом составляет 40%. Потрясающе! Причем инвазивный аспергиллез составляет значительную часть, 35% всех больных. А при остром лимфобластном лейкозе, а это совершенно поразительные результаты, частота инвазивных микозов более 25%, при этом инвазивный аспергиллез также составляет основную часть инвазивных микозов. В этих случаях для первичной антифунгальной профилактики использовали флуконозол или итраконозол, или вообще не применяли первичную антифунгальную профилактику. При этом здесь случай лабораторно подтвержденного микоза. Это не так называемый возможный инвазивный микоз, когда диагноз поставлен лишь на основании наличия факторов риска, и там, скажем, изменений на компьютерной томографии. Илья Сергеевич определил время развития этих осложнений. При остром мелобластном лейкозе это первый курс цитостатической терапии, ну, может быть, второй, третий, а при остром лимфобластном лейкозе два пика, это первый курс и уже последующий курс, и, видимо, при резистентном течении заболевания. Что еще любопытно? Идентифицированы уникальные факторы риска, ну, например, такие, как ведение подсобного хозяйства, то есть ситуация, при которой высокий риск колонизации дыхательных путей, грибами рода Аспергиллус. А отрицательный фактор риска, который почти в 9 раз повышает вероятность развития инвазивного микоза, это применение флуконозола в качестве первичной и итраконозола в первичной антифунгальной профилактике. Что же делать в такой ситуации? В такой ситуации надо назначать эффективную антимикотическую профилактику препаратами, которые действуют против большинства возбудителей инвазивных микозов, по крайней мере, против возбудителей инвазивного аспергиллеза. Если говорить о рекомендации Европейского общества клинических микробиологов и инфекционистам, то препаратом выбора у больных острым миелоидным лейкозом в период цитопении является позаконозол уровень рекомендации А1, то есть однозначно рекомендовано и доказано в ходе контролируемых клинических исследований. Итраконозол, как вы видите, не рекомендован. Но в чем сложность при применении первичной антифунгальной профилактики у больных острым лимфобластным лейкозом? Лекарственные взаимодействия. Азолы мы не можем использовать вместе с венкристином, например. И, соответственно, если есть группа больных с высоким риском развития инвазивных микозов у больных острым лимфобластным лейкозом, то у нас выбор чрезвычайно ограничен. И единственным препаратом, который рекомендован для первичной антифунгальной профилактики, является микофунгин. Насколько эффективна будет эта первичная антифунгальная профилактика? Посмотрим на известное исследование Оливера Корнелли и соавторов. Эффективность антифунгальной профилактики оценивается по показателю ННТ. Нам бы не дитут три. И согласно этому исследованию, когда сравнили позаконозол и флуконозол, то нам бы не дитут три составила 16%. То есть для предотвращения одного случая инвазивного микоза было необходимо назначить первичную антифунгальную профилактику 16 больным. Но в группе сравнения частота развития инвазивного микоза составила 8,4%. А если мы посмотрим на показатели Ленинградской областной клинической больницы, то эффективность позаконозола будет значительно выше. ННТ будет три. То есть только трем больным надо назначить позаконозол для первичной антифунгальной профилактики, для того, чтобы предотвратить один случай развития инвазивного аспергиллеза или инвазивного микоза. Ну и соответственно, если мы посмотрим на результаты применения микофунгина для первичной антифунгальной профилактики и сравним их с показателями Ленинградской областной клинической больницы, то ННТ будет тоже чрезвычайно высокий. Для того, чтобы предотвратить один случай инвазивного аспергиллеза, нам надо назначить препарат пяти пациентам, а для того, чтобы предотвратить один случай инвазивного микоза – четверым. То есть это экстремально эффективная первичная антифунгальная профилактика. Но она, к сожалению, не проводится до сих пор. Если говорить о инвазивном аспергиллезе, то это, безусловно, осложнение, которое возникает преимущественно у гематологических больных. И в последние годы мы видим, что количество инвазивного аспергиллеза чуть-чуть не растет такими темпами, как было раньше. То есть, вероятно, это все-таки связано с тем, что мы начинаем применять эффективную первичную антифунгальную профилактику. Я не буду подробно останавливаться в этой аудитории на клинических проявлениях, этиологии и так далее. На что я хочу обратить ваше внимание. Если вы хотите спасти вашего пациента при развитии инвазивного аспергиллеза, вы должны быть быстрыми. Вы должны быть быстрыми. Если у вас есть пациенты с факторами риска и с предполагаемыми клиническими признаками пневмонии или с рефрактерной фибрильной нейтропинией более двух суток, необходимо сделать в течение 24 часов компьютерную томографию. А при выявлении любых изменений, которые свидетельствуют об инфекционном процессе, пожалуйста, бронхоскопия. И в вашей лаборатории должны знать, какие исследования необходимо провести при получении промывной жидкости из бронхов. Их должно быть три. Микроскопия с окраской калькофлюором белым, тест на галактомонан и посев на микологические среды. И любой положительный результат говорит о том, что у пациента инвазивный аспергиллез, его надо лечить. Если стартовая терапия не работает в течение 5-7 дней, пожалуйста, повторная бронхоскопия и решение вопроса о проведении биопсии. И вот такой диагностический подход чрезвычайно эффективен. Алиса Георгиевна Волкова проанализировала эффективность вот этих тестов, и мы видим, что тест на галактомонан существенно более эффективен, это рок-анализ, но если мы используем и микроскопию со специфической окраской, и тест на галактомонан, и посев, то эффективность такой диагностики очень хороша. Ну и, соответственно, я должен, в общем-то, с удовольствием сказать, что результаты лечения инвазивного аспергиллеза в Санкт-Петербурге очень хорошие по любым международным критериям. Если относительно недавно трехмесячная общая выживаемость у пациентов составляла около 60%, то сейчас она выше 80%. То есть это очень хорошие результаты. Но глубоко, уважаемые коллеги, достижение, там, скажем, ремиссии или стабилизации состояния пациента с инвазивным аспергиллезом на фоне продолжения лечения фонового заболевания, лечения острого лейкоза или другого гемобластоза, таит дополнительную опасность. Какую? Возможность развития второй грибковой суперинфекции, обусловленной полирезистентными грибами, которые мы называем мукормицетами. Количество таких осложнений растет, и растет преимущественно за счет гематологических больных. Вы видите те же фоновые заболевания. И вы видите факторы риска, да? То есть это осложнение, которое возникает как внутрибольничная инфекция у больных, которые уже перенесли инвазивный аспергиллез или переносят, и их эффективно лечат от аспергиллеза и продолжают цитостатическую терапию или проводят аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток с развитием длительного агронолцитоза, вы видите, медиана 30 суток, или лимфоцитопени, или применяют глюкокортикостероид. И что плохо? А плохо то, что грибы, которые мы относим к отряду мукормицетов, то есть грибы рода Ризопус, Ризамукор и так далее, они полирезистентны, они не чувствительны к триазолам первого поколения, не чувствительны к вариконозолу, частично чувствительны к амфаторицину В, чувствительны к позаконозолу. Соответственно, вариконозол, который является препаратом выбора, не будет действовать на этих возбудителей. И надо сказать, что несмотря на то, что мы стараемся лечить таких пациентов достаточно интенсивно, у нас не очень хорошо получается. У нас не получается почти в половине случаев у них провести эффективное хирургическое вмешательство. И, соответственно, общая выживаемость у таких пациентов только 50%. Это страшное осложнение. Соответственно, глубоко уважаемые коллеги, если пациент даже стабилизирован на фоне эффективного лечения инвазивного аспергиллеза, этого еще недостаточно. Если ему продолжать цитостатическую терапию, надо помнить о возможности развития мукормикоза, то есть помнить о том, что возможно возникновение суперинфекции, обусловленной полирезистентными патогенами. Соответственно, диагностика должна быть быстрой. И в качестве стартовой терапии мы используем обычный лилипидный амфотерицин БС и хинокандинами. И потом переходим на лечение позаконозолом с обязательным хирургическим удалением пораженных тканей. И только тогда можно спасти этих больных. И буквально несколько слов по поводу инвазивного кандидоза. Инвазивный кандидоз возникает достаточно часто у онкологических больных, которые перенесли хирургическую операцию и находятся в отделениях реанимации интенсивной терапии. Это пациенты с совершенно другими факторами риска. Они подробно изложены в наших национальных рекомендациях. Не буду на этом останавливаться. Здесь есть проблема резистентности к антимикотическим препаратам, в частности к флуканозолу. Соответственно, это пациенты требуют, по крайней мере, двух четких лечебных мероприятий. Первое, надо незамедлительно заменить или удалить центральный венозный катетер. В Санкт-Петербурге, к сожалению, этого не происходит. В Санкт-Петербурге лечат инвазивный кандидоз очень плохо. Я надеюсь, что в других городах это получается лучше. Но здесь впечатление такое, что годы борьбы и труда прошли впустую. Только у 43% больных в первые сутки удалили или заменили центральный венозный катетер. Антимикотики в первые 24 часа только у 45% больных. И хинокандины, которые являются препаратами выбора, назначили только 22% больных. И, соответственно, общая выживаемость в течение 30 суток составила только 55%. То есть, почти половина больных, у которых развился инвазивный кандидоз, погибла в течение 30 суток с момента выделения грибов кандида при посеве крови. Поэтому, глубоко уважаемые коллеги, если вам из лаборатории позвонили и сказали, что у больного при посеве крови выявили дрожжи, пожалуйста, замените центральный венозный катетер незамедлительно. Даже если есть проблемы с установкой ЦВК. И в первые сутки надо назначить и хинокандины, которые являются однозначно препаратами выбора для лечения этой тяжелой категории больных. Соответственно, выглядит современный алгоритм следующим образом. При выявлении грибов кандида при посеве крови или, если есть показания для эмпирической антимикотической терапии, заменить центральный венозный катетер, назначить и хинокандин, то есть, анидолофунгин, каспофунгин, микофунгин, все три препарата с уровнем рекомендации А1, не назначать амфатрицин-Б, позаконозол и траконозол комбинации. Через 2-3 дня посеять кровь повторно для оценки эффекта, обследовать пациента, исключить у него наличие флебита, эндокардита и других возможных источников возбудителя кандидоза в составе биопленки. После стабилизации состояния пациента, это наступает обычно через 4-7 дней, при наличии чувствительного возбудителя и возможности перорального приема перейти к деэскалации, то есть, к пероральному антимикотику, к флаконозолу или вариконозолу. Если стартовая терапия неуспешна, то три основных причины. Не назначили хинокандин в качестве препарата для стартовой терапии. Есть биопленка, то есть, эндокардит, неудалили центральный венозный катетер, протез сосуда и так далее. И, наконец, чрезвычайно частая причина неуспеха терапии, это продолжающаяся иммуносупрессия. Я благодарю всех коллег, которые участвуют в нашей совместной работе и помогают нам узнать ситуацию в Санкт-Петербурге и в стране. И приглашаю вас читать российские национальные рекомендации. Спасибо за внимание. Не расстраивайтесь все-таки после этой лекции. Думаю, вся ваша жизнь пойдет по-другому уже. Моя-то да. И жизнь наших больных. Пожалуйста, вопросы. Николай Николаевич, какие из этих важнейших препаратов входят в список ЖНВЛ? Да, конечно. Конечно, входит, да? Это уже легче. На самом деле, рекомендации у меня ваши есть, конечно. Там все написано. Так сразу. Там все написано. Все расписано, как сейчас в лекции было. Галоритом, что, когда, как. Но почему причины не все-таки исполняется? Недооценивают врачи. Плохо знают ваше мнение. Как вы думаете? Почему все-таки такая смертность? 50% в Питере, да, это вы показали. В Питере, да? Ну, вы показали, да. В Питере, да. Вроде как не последний город. Да, но если посмотреть по стране, то там еще выше летальность. Мы проводили такие исследования в 22 центрах Российской Федерации. Ну, надо сказать, что у гематологов, у онкологов уже сформировано мировоззрение. Они понимают, что такое микотическая инфекция. И, например, при инвазивном аспергиллезе, который является наиболее распространенным микозом у гематологических больных. И опасных в том числе, да? Ну да. У нас выживаемость 90% сейчас. У нас прекрасные результаты. А инвазивный кандидоз – это ситуация в отделениях реанимации, интенсивной терапии, после хирургических вмешательств и так далее. И, к сожалению, глубоко уважаемые реаниматологи еще вот не вовлечены в состояние паранояльного отношения к инвазивным микозам. Только оно спасет наших пациентов, то есть необходима микологическая настороженность, так же, как и онкологическая. Спасибо. Еще вопросы есть? Спасибо, Николай Николаевич. Если кому-то нужны рекомендации, с удовольствием поделись. Да, конечно, нужны будут. Спасибо вам.